Зрителям до 16 лет рекомендуется смотреть вместе с родителями. Ассаламу алейкум, дорогие телезрители и все те, кто сейчас вместе с нами на медицинской площадке прямого эфира программы Магнез Демаселе. Сегодня тема нашей передачи, одна из актуальных и распространенных патологий на сегодняшний день, почечная недостаточность. Какую она опасность за собой ведет и каким последствиям может привести, если мы вовремя не обратимся к специалистам, расскажут гости нашей сегодняшней студии. У нас сегодня в гостях квалифицированные специалисты научно-исследовательского центра института имени Джарбусынова. Это заведующий урологическим отделением Ернар Умаров и заведующий операционным блоком Аскан Абзалбеков. Добрый вечер, ассаламу алейкум еще раз. Ну что ж, сегодня мы с вами поговорим, действительно, выше я сказал об актуальной, распространенной патологии на сегодняшний день. Ну, прежде чем мы начнем с вами вести диалог и беседовать на эту тему, Эрике, расскажите нам, пожалуйста, вообще какую функцию выполняют наши почки? Почки выполняют одну из главных функций в организме. Это, значит, фильтрационная функция. Через почки проходит вся кровь организма. В почке фильтруется вся кровь, выводятся шлаки, токсины. Почки играют функцию в поддержании электролитного состава организма. Организма. Также в поддержании артериального давления, введении шлаков. В принципе, уникальный орган и размером очень маленький, да? Выполняет огромную функцию в нашем организме. Дорогие телезрители, я повторюсь, что мы в прямом эфире. Вы можете звонить к нам прямо сейчас по номерам телефонов 313-18-24, 313-18-25 и задавать свои вопросы. Также вы можете скачать нас в своих гаджетах, то есть, имеется в виду, в App Store, в Play Market и всегда быть в центре событий, быть вместе с нами. Ну что ж, а мы продолжим. Получается, смотрите, мы говорим опять же о почечной недостаточности, да? Что она из себя представляет? Ну, почечная недостаточности – это нарушение выделительной функции почек. Конечно, это хроническое делительное заболевание. Это, ну, здесь происходит гибель нефронов почек, нарушается выделительная функция в основном. Ну, если функцию почек рассказать, там, обе почки очень важную роль в организме. Выполняют, да? Выполняют. Одна дополняет другую, то есть, а может ли вообще одна почка без другой жить дальше, вот человек, скажем, с одной почкой жить дальше? Ну, встречаются, например, врожденные аномалии, например, с одной почкой ноги рождаются, есть, например, встречаются в Казахстане, бывает, ну, по медицинским это аплазия называется, это диагноз есть, но потом… Елик, а вот в какой момент уже получается вот эта вот почечная недостаточность переходит, скажем так, перерастает в хроническую форму? Ну, почечная недостаточность, она… То есть, изначально человек, он не замечает, то есть, нету таких симптомов, которые могут, скажем, сказать, что у человека почечная недостаточность. Это проходит как бы подспудно, незаметно, у человека наступает слабость, скажем так, утомляемость. Люди обращаются только тогда к специалистам, к врачам, когда, ну, у них начинаются уже осложнения, такие как, ну, скажем, нарушение диуреза, то есть, мало выделяется организм мочи, затем… Общая слабость. Да, общая слабость. Снижение аппетита. Да, это все признаки интоксикации. Да. Затем, может быть, ну, боли могут возникать только при присоединении инфекции мочевых путей, боли… Мочекаменной болезни. Мочекаменной болезни – это такая болезнь, эндемичная для нашей республики, то есть, камни в почках, возникающие у людей, в дальнейшем приводят к нарушению функции почек и в дальнейшем, ну, хронической почечной недостаточности. Угу. Это одна из причин, скажем так, да, возникновения? Да, одна из причин. Ну, одни… Причинами могут быть, скажем, не только первичные заболевания почек, такие как, ну, воспалительные заболевания, то есть, пилонефриты, также могут приводить к ним, к почечной недостаточности, гломеролонефриты, также мочекаменная болезнь. Поликистоз почек. Поликистоз – это вот уже аномалии развития мочеводящей системы почек, также могут приводить, может приводить и артериальная гипертензия, то есть, очень много разных причин. Также наряду сахарной диабетом. Да, сахарная диабет, правильно. Отчасти. Вот очень много причин, которые приводят к хронической почечной недостаточности. Угу. Олег Маслам. Вот в месяцах 2004 как мужу начали ноги потеть. Тема сейчас у вас там почки, но у него, в принципе, болят почки у мужа. Угу. Теперь у меня вот такой вопрос. Вот это связано с почкой как-нибудь. Отчего начали ноги потеть. То есть, полностью ноги потеют? Или как? Или частично? Нет, не полностью. Угу. Угу. Не полностью. То есть, вы имеете тут пальчики или какая часть, скажем? Да, да. Вот часть пальцев. Стопа, да? Стопа, пальцы. Да, да. Стопа. Начали ноги потеть. А раньше такого у него не было, в принципе. Но у него почки сами по себе больные. Угу. Ну, как сказать больные. Хронический панкратит у него идет, по-моему. Угу. Панкратит. Панкратит. Ну вот, да. Раз есть проблема, уже патология. Спасибо большое. Это как-то связано с почкой, да, получается? Сейчас мы ответим на этот вопрос обязательно. Спасибо большое вам за ваш вопрос. У нас на линии еще один телефонный звонок. Ассаламу алейкум. Добрый вечер. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ооо, ага. Уйти, горемит. У меня есть. Угу. 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 Спасибо большое. Ну давайте ответим на первый вопрос, а потом на второй. Ярике. Ну, если у молодого человека есть уже заболевание почки, я думаю, ну, надо периодически проходить обследование. Угу. Угу. То есть, самое простое – это сдавать анализы мочи, анализ крови, то есть следить за шлаками… Креатининой мочи. Крови, да. Мочи и креатинин – это самое простое. И обратиться к специалисту, ну, сделать УЗИ почек, естественно, ультразвуковое исследование почек. Ну, и обратиться к специалисту, а насчет то, что потливость ног, ну, это очень много причин приводящих. Может и… Тем более, она назвала одну из патологий, да, которые страдают… Да. Ну, панкредит, как она сказала, это хирургические заболевания, не урологические. Угу. 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 Ну, мы сейчас тоже пройдемся поверхностно тех патологий, которые касаются, да, скажем, сегодняшней нашей темы. Давайте ответим на второй вопрос мужчины. То есть у него давление, да, связанное с давлением, как его лечить, где лечить, может ли это отразиться как-то на его почках? Я сказал, тебеум, что он знает? Ну, я, Леон. Да, Леон. Вы сказали… Е-это… Нат-бошник, ты говоришь. Бюл-мүр-гүңсі без тому, казахшары. Да. Да. Янусь, я думаю, что мы работаем на патологическом тоже сезону, это… Ну, я думаю, что мы работаем, как ли-то себе! У нас подоградим. У нас еще в шагу, как ли-то не executаем упор, У нас уже… У нас уже делается, что… Ура урологов. Спасибо. Мамандыргар хоралов керек. Яны енда бұжерде, каңқысы мы көтердетін чеғару ой пациентте, басқа да бұзылыштар баршар, енде он толықта тек серу барысында анықталып жатады. Ну вот мы назвали одну из причин возникновения именно хронической почечной недостаточности, пиолонефрит. А что он из себя представляет? Ну пиолонефрит это инфекционное заболевание, воспалительное заболевание, то есть почек, то есть возникающие при возникновении инфекции в мочеводящих путей за счет каких-то микробов, которые вызывают воспаление почек. Ну одним из частых агентов это является кишечная палочка обычная, которая приводит к многим заболеваниям, в том числе и воспаление почек. То есть при воспалении почек может в моче быть изменение, самое простое. Какие-то боли в поясничной области, может повышаться температура. Ну вот эти вот все симптомы они указывают, что есть заболевание почек, то есть пиолонефрит, ну который выявляется лабораторным способом при ультразвуковом исследовании. Ну можно сдать, если обратиться в специализированное учреждение, то специфические анализы, это бактериологический посев мочи, основные. Ну а у нас на линии целых два телефонных звонка, давайте ответим на них. Асаламу алейкум, добрый вечер, вы в прямом эфире. Салям, отцыдарма. Салям, отцыдарма. Салям, отцыдарма. Кеш-шарық. Мен бүгін сіздерге Қызылорда қаласынан хабарластырмын. Мен 2006-м жылдан бастап, бирекшет калкасыздыгмен ауырамын. Мағам ең алғаш жет, жергілікті поликлиникаға көрінгенде, гламиронефрит деген диагноз койды. Солмен мен квота алып Астана қаласына, гламирорталық қабардын, қаласынан хабарластырмын. Бұл жақтан маған бепсея жасалғаннан кейін, туберинтерициальный нефрит деген диагноз койды. Ол диагноз қайсысы қалыпты, негізі аурудың жақсы жоқ әрине. Бірақтан гламирорталық нефрит қалыпты ма, әлде туберинтерициальный нефрит қалыпты ма, мен ғазірге таңда, клеткі алып жырмын жолына екірет. Бұл қаншалықты, әлде табылды мен ғазір алғанымын ұжы 13-шет алыптырым, құл кеткені. Нефрит құл кеткені. Ол қаншалықты, қайдасы бары. Әр қарай жалғатсырып, ала беріңе боладыма. Ең алғашқа ауырғанымды, бірақ менің кратин көзеткішім, мәтшевені кратин көзеткішім, 289-ға дейін көтерілді. Құл көтерілді. Бұл бұл күрде, челндырлер болады, бұл қалай, әре, жоқ болуға боладыма, Әр өсім, ұстап динамикамын, ұстап тұрстамын, ұл қалай өлесіп. Бұл күл қүлліктен емделіктікге боладыма. Рахмет сізге, ойте жақсы сұрақ. Рахмет, екінші, унас на линии второй телефон зону, давайте на него ответим. Саламу алейкум, добры вечер. Угу. 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 Ну, действительно, душетрепещущая тема, поэтому и люди сейчас звонят, задают такие вот вопросы, так как, ну, действительно, они сами подвержены этому. Ну, что ж, давайте ответим на первый вопрос и постараемся на второй также ответить. Яреке? Ну, если отвечать на первый вопрос, то первая наша телезрительница, она, ну, я так понял, она находится на постоянном контроле, она два раза получает лечение в научном национальном медицинском центре в Астане. Угу. Угу. Так как ей, ну, подсаживают клетки. Угу. 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 Ну, это, я думаю, это инновационное лечение. Угу. 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 Это для нее стабильное состояние. Я думаю, все правильно она делает. В нашем государстве есть бесплатное лечение. Кстати, оно не очень дорогое. Государство нас поддерживает, наших пациентов. Что очень важно для таких пациентов. А вообще клетки – это какая-то инновационная технология лечения, если честно, впервые слышу. Да, это… Во всем мире применяется. Во всем мире применяется пересадка клеток. Ну да, значит, у нее, в принципе, все стабильно. Да. Задала вопрос насчет гломирового нефрита или тубла интерстициального нефрита. Такая чужая терминология, в общем. Гломирового нефрита – это очень грозное, сложное заболевание, которое требует постоянного контроля, наблюдения, лечения. Ну, надо всегда быть на контроле у специалиста, у врача, у нефролога в данном случае. В принципе, придерживаться всем рекомендациям врача, да, так как, ну, скорее всего, при таких патологиях врачи лечение индивидуально, да, как бы… Ну, назначают. …расписывают и назначают, да, пациентам. Поэтому, дорогой наш телезритель, вам нечего бояться, просто почаще ходите к квалифицированным специалистам, и все будет нормально. Ну, давайте теперь ответим на второй вопрос. Ну, на втором вопросе, там, пациент получает три раза в неделю гемодиализ. Гемодиализ, это… Мы сейчас остановимся обязательно, давайте немножко на гемодиализе, но вот, сначала, после того, как ответим на вопрос. Ну, гемодиализ – это искусственная почка называется. Да, да. Ну, нам задали вопрос, у нее кожный зуд постоянно. При получении гемодиализе, в основном, снижаются у нас минералы, микролиты. Получается, к этому пациенту надо проверить все электролиты, в основном калий, натрий, важные микролиты, которые в организме, когда снижаются вот такие жалобы, ну, беспокоят. И еще… Как сказал… Ну, в принципе, вот сказал, что у него какой-то зуд в спине, да? Возможно ли это… Возможно ли это после гемодиализа все происходит? Может, это какая-то ответная реакция организма? Да, часто бывает. Ну, токсины… Так сказать, шлайки вот эти вот, все они выходят и через кожу, то есть… Спожа является у нас тоже как фильтр. Почки, кожа, легкие, дыхание – это все. Все органы такие вот. Ну, вот, Ирика, у Вас научный… научно-исследовательский центр, да? Научный центр… Научный центр… Урологии… Урологии имени Джарбусынова, да? Ну, давайте немножко остановимся на Вашем центре. Чем она известна, но мы все знаем. Что еще вот Вы можете рассказать? Опять же, вот о пациентах, да? Возможно, Вы все-таки встречаете пациентов, у которых вот именно хроническая почечная недостаточность. Могут ли вообще эти пациенты обратиться в Ваше учреждение? То есть, может, есть какие-то порталы для наших, да, пациентов? Ну, вообще, заболевание почек занимает, ну, восьмое место в Казахстане, если коснуться статистики небольшой. И в мире одиннадцатое место среди общего заболевания. Ну, наш центр является центральной организацией, которая занимается заболеваниями, патологиями мочеводящей системы. У нас, ну, наблюдают, ну, приезжают на лечение, в основном на хирургическое, со всего Казахстана. Пациенты, конечно, к нам поступают по порталу, то есть, за счет государства, за счет бюджета с разными заболеваниями мочеводящей системы. Также есть и платные услуги, когда, ну, бывают такие ситуации, когда, ну, человек не всегда может выждать этот период ожидания портала. Иногда бывают такие ситуации тоже. Мы занимаемся не только, ну, скажем так, хирургическими патологиями, но и терапевтическими, то есть, пилонефриты, скажем, циститы и разные другие заболевания, не требующие, но не всегда требующие оперативного лечения. Простатиты те же, да? Да, те же самые, простатиты. Наш центр возглавляет академик Академии наук Казахстана, профессор Алчимбаев Мурзак Еремович. Ну, под его руководством мы все, значит, выполняем нашу функцию, то есть, помощь населению Казахстана. Ну, вот Академия, сейчас это вообще, эта патология касается же всех, и детей, и взрослых. К примеру, как он может возникнуть у детей? Может, как-то по-другому он возникает или так же, как у взрослого населения? Ну, если про хронической почвы недостаточно сказать. Потому что и врожденные же аномальные существуют, да? Врожденные тоже бывают, иногда бывают бессимптомно. То это сказали, например, без клинических проявлений, без жалов, является только при сдаче анализов. Бывает, конечно, у детей на фоне врожденной патологии, например, поликистоза почек, и бывают разные аномалии при рождении, если сказать, там, аплазия. Ну, бывает, с одной стороны почки не бывает, ну, редко встречается аплазия с двух сторон. Это врожденная, редко встречаемая патология. Сейчас у нас, например, в Казахстане эндомическая зона, мочекаменные болезни. Да, 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 да. Многие сталкиваются. Да, ну, сейчас при рождении у детей диагностируются мочекаменные болезни в тяжелых стадиях с развитием хронической почечной недостаточности и так далее. Я хочу дополнить просто. Да, Илья, конечно, может. У детей, конечно, хроническая почечная недостаточности, она возникает в основном за счет аномалии мочеводящей системы. У детей чаще бывают, ну, врожденные аномалии, то есть, такие, как врожденный гидронефроз, бывает двусторонний, бывает односторонний, бывает также пузырный мочеточниковый рефлюкс, тоже врожденные заболевания. Ну, все врожденные аномалии развития мочеводящей системы, ну, касающиеся почек, они в основном приводят к хронической почечной недостаточности. Ну, Дереке, если, к примеру, как, возможно ли такое, ребенок родился с аномалией, да, у него не хватает одной почки, не хватает одной почки, возможно ли уже, ну, как-то вот поэтапно в течение его жизни, скажем, добавить почку или вот как-то совместить, или сейчас пока до такого не дошли? Ну, вот люди, бывает, что рождаются с одной почкой, это, да, аномалия развития, но одна почка, она может выполнять функцию обеих почек, то есть, иногда люди доживают до определенного взрослого состояния, иногда при каких-то профилактических осмотрах выявлять, что у человека одна почка. Ну, это не значит, что он инвалид, там, что-то не так, нет, одна почка, если она, скажем, здоровая, работает, выделяет, ну, то есть, выполняет свою функцию, человек здоровый считается. Но если коснуться пересадки почки, то этот процесс, он, как бы, один из самых, ну, скажем, крайних вариантов, когда у человека уже, то есть, хроническая почечная недостаточность уже существует. Необратимый процесс, когда необратимый процесс, он продолжается очень длительное время, когда вот люди звонили нам, говорят, три раза в неделю получают гемодиализм. Гемодиализм, да. Но такие люди, они могут, скажем так, ну, быть пациентами для пересадки почки, если найдется, скажем, донор, будут показания к пересадке почек. Так, чтобы человек родился с одной почкой, он захотел пересадить, нет, должны быть показания. Ну что ж, у нас на линии телефона звонок. Ассаламу алейкум, добрый вечер, вы в прямом эфире. Салям алейкум, добрый вечер. У меня вопрос такой, вот у многих у нас с граждан, да, в почках собираются соли и камни. И вот в чем проблема, вот они могли бы описать поподробнее, пожалуйста, спасибо. Спасибо же, эндомическая зона, да, опять же. Ну давайте ответим на первый вопрос, а потом на второй уж. Ну, на первый вопрос, если отвечать, то если у нашей телезрительницы есть заболевание почки, она получает также, опять-таки, периодически профилактическое лечение, ну, это люди, ну, само за себя говорит заболевание, что это хроническая болезнь. То есть надо периодически, каждые три месяца сдавать анализы, получать профилактическое лечение и, естественно, следить за собой, выполнять рекомендации специалистов, врачей, соблюдать диету, скажем, питание нормализовать. Ну, мы, как бы, казахи очень... Любим мясо, мясо, которое... Любим мучное. Да, мучное, скажем так. Мясо для таких больных, как бы, ну, немножко нужно ограничить. Белое лицо, они не ограничить. Ну, пить, скажем так, чистую воду, фильтрованную. Не простывать, стараться. Потому что, ну, как бы, в селах люди занимаются трудом физическим. Бывает, из-за скотины куда-то пошли. На улице, в основном, работа. Тоже, ну, то есть быть насторожей. То есть, ну, смотрите, она говорит, у нее сахарный диабет и пленонефрит, да? То есть, и она говорит, куда мне обращаться? Что ей делать? Возможно, она не знает даже, куда ей идти. Ну, есть поликлиники местные. Если там, скажем так, не хватает, ну, бывает, специалистов нет, узких каких-то, они могут обратиться, ну, по возрастающей, скажем так, в районную больницу, в областную больницу. Или прийти к нам в центр, где мы разберемся уж точно. То есть, она, получается, вы можете приехать, если вы живете на Бурундае, на Жароково-Утепово. Жароково-Утепово и... Научный центр урологии. Да, научный центр урологии имени Жарбусынова. Найти себе подходящего специалиста, именно нефролога. Уролога. Уролога, ну, и нефролога, да. И вам там обязательно помогут. Давайте теперь ответим на второй вопрос, Асеке. Ну, вот о том, что скопление солей мы уже выше перечисляли, но, тем не менее, давайте мы еще раз расскажем. Ну, до этого мы уже рассказали, это Казахстан уже эндомическая зона. Ну, если по медицинской части смотреть, во-первых, для... Ну, патент, не, патент, вернее, телезрители нам сказали, для чего, как заниматься. Почему оно, да, почему он возникает? То есть, вот камни в почках, соли, соли, соли. Воскресенье протеза, в основном. Да, Эрике, можете дополнить. Ну, причинами возникновения камней в почках очень много причин. Солей тоже, да? Да. Песка, скажем так. Да, очень много причин. То есть, это зависит от нашего быта, от нашего питания, от нашего образа жизни. К этому, ну, то есть, к возникновению песка, солей в почках, камней в дальнейшем, приводит, ну, питание, на самом деле. Это может быть, как мы сказали, так, обильное, мучное, мясное. Соленое. Да, очень, скажем так, соленое блюдо. Затем, скажем, вода, которую мы пьем во многих местах, она, ну, минерализирует. Очень много солей содержит. Затем, образ жизни, это, то есть, малоподвижный образ жизни играет роль. Или, также, если коснуться питания, то малое употребление жидкости. То есть, человек должен за сутки выпивать не менее 2-2,5 литра воды, жидкости, чтобы почки работали, выделяли мочу. С мочой, естественно, вот эти вот все соль выводятся. Также играет роль, и, как мы сказали выше, это воспалительные заболевания почек, всякие… Нарушение оттока мочи. Нарушение оттока мочи, инфра-визикальное обстановление, то есть, это медицинскими терминами, то есть, нарушение выделения мочи из организма. Ну, опять же, какая-то экология где-то, да? Да, экология. Все это же такой маленькой причиной является. То есть, это нарушение обмена веществ, в общем, если так сказать, происходит в организме человека, в связи с чем откладываются соли в почках, затем песок образуется, и в дальнейшем может образоваться камень. Ну вот у нас, в силу нашего времени беспорядочного, скажем, да, графика работы, во многом не хватает времени, и вообще руки не доходят до себя. И вот, если человек, скажем, ну, ты забываешь действительно, что ты вспоминаешь о вообще медучреждении в тот момент, когда уже с тобой что-то происходит, да, какая-то общая, общие симптомы начинаются, да, в тебе, и ты вот в этот момент температура поднимается, вспоминаешь, скажем, об этих учреждениях, да, медицинских. Ну вот если человек, и зачастую мы не вовремя попадаем к врачам уже в какой-то запущенной форме. Вот сейчас каким вообще таким грозным, серьезным последствием может обернуться, если человек как бы халатно отнесется к своему здоровью, к чему это может привести, каким грозным осложнением это может обернуться, расскажите нам вот поподробнее по этой части. Ну, если говорить в общем, что человек, если относится халатно к себе, то это очень плохо, конечно. То есть заболевание надо не лечить, а предупреждать. Профилактика является лучшим средством от болезни. То есть в настоящее время в современном мире болеть очень дорого. Очень дорого. Очень дорого, да. Ну и люди уже понимают, что когда человек болеет, он как бы уже может, ну в конечном счете человек может стать инвалидом. То есть это уже... Конечная инстанция – это инвалидизация, да? Может привести... Естественно, да. Ну, касаемо заболевания почек. То есть хроническая почечная недостаточность – это в крайнем... В итоге приводит к инвалидизации. То есть опять же гемодиализ, да? К гемодиализу. То есть человек уже, если он получает гемодиализ, он уже привязан к определенному месту, не может уехать, скажем так, далеко куда-то. Он в течение недели получает три раза гемодиализ. Пограммированно. Если вдруг ему надо куда-то срочно уехать, он должен, скажем, подумать сто раз, стоит ли ему далеко куда-то уехать. Вдруг он не сможет вовремя вернуться, получить сеанс гемодиализа. Поэтому... Очень страшное. Ну, вот смотрите, с одной стороны, ну как не говорить, что это страшное, еврозное заболевание, да? Человек может лишиться фильтра. При этом, ну, у человека, естественно, снижается иммунитет, могут присоединиться другие простые, простудные заболевания, которые, ну, тоже грозят какими-то осложнениями, уже поражением других органов. То есть, это же все взаимосвязано между, каждый орган взаимосвязан. Где-то что-то пошло не то, оно отдается на другую. Цепочка, да, цепная реакция. Асеке, ну, вот какие методы лечения сегодня есть? Ну, вот как можно лечить эту патологию? Так, вкратце можно, чтобы наши дорогие телезрители это узнали? Ну, сейчас во всем мире, если необратимый процесс, транспорт от почек, если необратимый процесс. А до этого консервативно вовремя лечение. Под наблюдением, например, специалистов, выполнить каждое назначение, вовремя пройти профилактический осмотр, вовремя сдать анализы, пройти инструментальные лабораторные исследования. Вот, в принципе, да, это такая база, да, основа, основа, скажем. Ну, и, Ереки, профилактические мероприятия, как, опять же, вы говорили выше, предупредить это заболевание. И вообще, были ли в вашей практике, встречали ли вы людей, которые, ну, вот до конца боролись с этой патологией, пускай даже вот у него, да, одна почка на гемодиализе, ну, он вот выкарабкался, вырвался, было ли такое? Ну, такие пациенты, естественно, существуют. То есть, хроническая почечная недостаточность – это, значит, то есть, потеря функции, скажем так, фильтра в организме, да? То есть, все шлаки скапливаются в организме, в связи с этим идет интоксикация и поражение других органов. На начальном этапе, естественно, все прикрепляются по месту жительства к гемодиализным центрам. Все больные хронической почечной недостаточностью состоят на учете у специалистов. И они все получают сеансы гемодиализа. Ну, в дальнейшем, если, как я выше говорил, есть возможность и показания к пересадке почек… То есть, это возможность сделать, да? Да, это возможно. Ну, в нашем государстве это производят в четырех центрах. Это, значит, в Астане в двух центрах, в Алма-Ате – это научный центр хирургии имени Сазганова. Затем в Актюбинской области уже занимаются трансплантацией почек. А также в Южно-Казахстанской области. Ну, вот наше время подошло к своему уже практически логическому завершению, да? И поэтому вот в конце вы можете сейчас… У вас есть огромная возможность поздравить наших дорогих телезрителей, поздравить ваших родных, близких с наступающим Днем Независимости. Пожалуйста, Ирике, Гасике, можете… Ну, спасибо за такую возможность. Ну, так как мы врачи, мы хотим пожелать всем здоровья, крепкого здоровья и быть хозяевами своего, скажем так, организма, здоровья. Не запускать себя, скажем, в плане здоровья, приходить вовремя к врачам, специалистам. И желаю всем счастья, здоровья в честь праздника независимости Республики Казахстан. Поздравляю всех. Во-первых, спасибо вам за этот прекрасный вечер. Также желаем, в первую очередь, здоровья. Это здоровье – наше главное богатство. Не болейте, берегите себя. Товарищи сконуктос. Дорогие телезрители, мы надеемся, что сегодняшняя программа была полезной для вас. Я тоже присоединяюсь ко всем сказанным словам наших высококвалифицированных специалистов. И поздравляю вас с наступающим Днем Независимости нашей страны, нашей необъятной страны. Будьте счастливы, здоровы, не болейте. И самое главное, вовремя обращайтесь за помощью к квалифицированным специалистам. На этом все. Ассаламу алейкум. Продолжение следует...